Поэтому, что мы с вами увидим, мы не знаем, но я могу вам рассказать, что я хотел бы увидеть, что мы делаем. Конечно, мы пользуемся, мы не ставим спектакль по пьесе Чехова. Чехов это только материал для работы. Это очень хороший, великолепный материал для изучения грамматики театра, для изучения методики работы. Во всем этом методе работы есть один принцип, который очень важен. Этот принцип формулируется двумя словами. Результат или процесс. Значит, метод этюда изучает процесс, но не результат. Это, значит, какая-то, собственно, встреча. Итак, в конце концов это только слова. Процесс, результат. Это только слова. Значит, речь идет... ...а встречи с процессом. То есть, с процессом. Речь идет даже, может, не идет речь о самом процессе. Сначала нужно с ним встретиться. Это же, что это такое внутри меня. Я могу говорить об этом очень много. Но вы это принимаете здесь... ...вашим разумом, и все, и все. Но проблема заключается именно в том, что с этим надо встретиться. Проблема consiste именно в том, что нужно встретиться. Значит, когда мы говорим процесс, то мы всегда говорим другое слово, действие. Значит, речь идет о встрече с действиями. То есть, можно сказать так. Смысль того, что мы делаем... ...это найти себя действующим. ...вот все. И этому можно посвятить годы. И к этому можно посвятить годы. Когда есть актер. Находит себя действующим. Он находит это на всю жизнь. Он уже никогда не забудет это. Он может это потерять. Он может это потерять. Но в нем никогда это не исчезнет. Но это никогда не исчезнет. Это какой-то феномен. Найти себя действующим. Это значит найти себя живым на сцене. Понимаете? Не сымитировать себя живым. Не имитаться себя живым. А найти себя живым. То есть это не сделать себя живым. Сделать себя живым нельзя. Можно только быть живым. Понимаете? Нужно что-то сделать, чтобы быть живым. Вот когда ты есть живой, тогда ты можешь найти себя действующим. И тогда в этот момент ты встретишься с процессом. Вот все, что мы делаем. Хотя этому сопутствуют, конечно, разные способы. Даже если, скажем, для достижения, мы пытаемся разные стадии, разные методы, связанные с теорией, с теорией, с практикой, с самым автором чеховым, с изучением этих пьес, и так далее, и так далее. Все входит, все входит. Все входит. Все входит. Ради какого-то одного принципа. И я вижу, что это получается. И я вижу, что это получается. Не всегда. Это надо долго ждать. Но это получается. Хотел узнать, не могли бы вы объяснить процесс, который идет от Этюдер, к сцене уже со словом точным автора, который запоминается? Это объяснить можно, но все равно будет непонятно. То есть, да, я... То есть, как бы... Ну, вот вы вышли по улице, был дождь. Например, вы вошли в какое-то помещение. И теперь подошли в какое-то помещение. И штрифнули свой одежду. И вы сделали так, как бы на своих свой спорх. И вы смогли спролить, не так сказать, как бы на своем спорху. Так как бы все капли дождя слетели. То есть, сколько летних пьес, наездовое сегодня. Вот так же, точно, во время Этюдней практики. А вот так же, точно, во время Этюдной практики. Вся Этюдная грязь, Но в какой-то момент стряхивается, и остается один текст, и остается только для того, чтобы в текстах создать большие жизни. Впрочем, в конце концов, у него была уже построена очень сложная жизнь, которая гораздо больше чем сам текст. Текст это, к сожалению, такой автор как Чеков, это только маленькая часть. Вот так можно дать метафору методики, как это происходит? То есть переход будет абсолютно незаметный. То есть он постепенный переход или? Да, эволюционный, да. То есть по памяти получается постепенно запоминается все больше и больше? Ну в рефлексах в рефлексах откладывается все больше и больше. Продолжение следует...